Раздается звонок, начинается урок безопасности. Студентам агропромышленного колледжа предлагают записать на листочках свои мечты и прикрепить их на большой надувной мяч. Психологический прием, который показывает, насколько легко планы каждого из нас могут разлететься в пух и прах. Ведь попасть в ДТП, словно лопнуть в воздушный шар, в один миг разрушается целый мир, ударной волной сжимая сердца родных и близких. На примере трагически оборванной судьбы 14-летней девочки мы хотим довести до таких же детей, чуть-чуть старше 15-16-летних подростков, к чему может привести элементарное несовредение правил дорожного движения. Жизни тех, кто как-то соприкоснулся с трагедией, разделились на до и после. В моем классе, в девятом классе трагически погибла в результате ДТП ученица. 13 февраля в вечернее время на пешеходном переходе насмерть была сбита Ирина. Хотелось бы, чтобы этого дня не было, чтобы не было сейчас дальнейших этих разговоров, этой беседы с вами, но тем не менее. Я хочу, наверное, больше сделать акцент на то, насколько дорога ваша жизнь. И вы должны каждый день осознавать, что это огромная ценность в ваших руках. К сожалению, несчастные случаи на дороге – не редкость. Только с начала этого года на полуострове случилось 67 автокатастроф с участием несовершеннолетних. В результате 4 ребенка погибло, 63 травмировано. Самосохранение главное у вас. При переходе пешеходного убедитесь, что приостанавливаются, что уступают. И хочу вам пожелать одного – никогда не то что не участвовать, даже не видеть те кадры, которые видим мы. Это всегда очень больно. Особенно, когда видишь смерть молодых людей, которые… Ну, кто-то из них мог бы сделать какое-то открытие в науке, кто-то мог бы написать какой-то шедевр, но этого не случится. И анализируя каждое ДТП, на которое выезжаешь, понимаешь, что в 90% случаев этого ДТП можно было избежать. На экране перед подростками появляются леденящие кровь в кадры с мест аварий. Серьезные лица говорят лучше любых слов. Ребята осознают – страшная реальность, вот она, бок о бок. Смерть всегда рядом. Караулит отчаянных нарушителей, рискующих не только собой, но и окружающими в погоне за адреналином. Подросток, 17-летний, сел за руль автомобиля. Итог – с подростком ничего, но два человека, которые были в другой машине, в которую он врезался. Один из них в коме, у другого тяжелейшие травмы. Человек, скорее всего, останется инвалидом. Поэтому огромная просьба, прежде чем что-то сделать, 10 раз подумайте. И дети действительно задумались. Очень познавательно, хорошее мероприятие. Можно сделать за улицами интересные выводы по этому поводу и не нарушать правила. Главное – сохранять свою жизнь, внимательно быть на дорогах. Надо смотреть по сторонам, прежде чем уходить на дорогу, на пешеходном переходе, даже все равно осматриваться. Может, кто-то из водителей не уступит места. Поняла, что стоит следить за тем, что мы делаем, потому что наши поступки, когда мы сделаем, нам нужно не изменить. Организаторы надеются, что встреча поможет сохранить не одну детскую жизнь. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район.